Привет всем, меня зовут Ник, я админ сайта никstudiedition.ru Сегодня будем создавать эффект сканирования, а также эффект ультрафиолетовых надписей в стиле «эта взятка». Превью этого урока вы видели в начале, оригинал превьюшки вы можете увидеть в одноимённой статье на моём сайте. Здесь есть два варианта, второй вариант более такой гранжевый, плюс я добавил lens flare и light sweep, что придало некий интересный вид с лучами. Ну и плюс ещё размытая грязь как раз здесь. Итак, всё это мы сделаем в программе Adobe After Effects без дополнительных плагинов. Всё, что нам потребуется, это как минимум два футажа, которые будут использованы в виде документа, вот такого, и также я нашёл пыль. Итак, вот что у нас получится на нашей общей композиции, то есть здесь проходит вот такая вот лампа от сканера, которая сканирует лист, в котором после сканирования появляется вот такая вот, допустим, надпись, либо что-то ещё. Ну, в данном случае это отсканированное лицо, тоже в виде ультрафиолета там. Ну, по крайней мере, я думаю, что это ультрафиолет. Итак, начнём, создаем новую композицию. Это будет моя композиция, которую я назову «Лист-1», или там, допустим, «Текст-1». Сюда перебрасываем наш документ отсканированный, переключаем его в 3D-слой, нажимаем на эту иконку, либо правая кнопка мышки 3D-layer, галку ставим. Теперь переворачиваем его на 90 градусов, для этого открываем Rotation, находим пункт Z-Rotation, ставим здесь 90. Переворачиваем, теперь делаем его гораздо меньше, для этого нажимаем кнопку S-Scale и ставим его где-то в 45%. В моём случае 45%, я также немножко вырастяну, где-то вот так, ну и оставлю. Теперь создаём новый Solid-слой, правая кнопка мышка New Solid. Он у меня будет такого сероватого цвета, не из чисто белого, а немножко сероватого, может быть даже чуть побольше, где-то вот так. Нажимаем ОК, это будет наш Background, я назову его как BG, и перекину вниз. Также перенесу его в 3D-слой и создам теперь новый свет. Для этого нажимаем правую кнопку мышки New Light, в нашем случае мы создадим источник света как Spot, с параметрами интенсивности 65%, Cone Angle 180%, Cone Feather ставим на 40%. Также в новых версиях появилось Falloff, но он нам здесь не понадобится. Нажимаем ОК, кстати цвет будет белым, и теперь нам нужно настроить его таким образом, чтобы наш Point of Interested исчез. То есть в данном случае мы создали свет, у которого есть определённая цель, куда светить. Это так называемый Point of Interested. Если мы нажмём кнопку английской, мы увидим вот это вот значение. Нам он абсолютно не нужен, и чтобы его убрать, то есть чтобы сделать свет не таргетированным, а обычным, нам нужно нажать правую кнопку мышки, выделить здесь пункт Transform, пункт Transform, и найти здесь Auto Orient. И поставить в этом окне Off, либо Along to Path. Я поставлю Off. То есть в данном случае у нас появился свет, который светит там, где он находится, то есть без цели. Теперь открываем позицию у нашего источника света, нажимаем на P английскую, и ставим источник света как минус 30 по Z пространству, так чтобы у нас наш источник света находился именно в центре, и я освещал очень маленькую область, где-то примерно вот такую вот. Ставим этот свет на центр, вот сюда вот где-то, и теперь создаём новый нулевой объект. Правда, мы к мышке New Null Object, и теперь привязываем наш свет к нашему нулевому объекту. Также настроим параметр интенсивности света к нашему нулевому объекту. Для этого открываем параметр прозрачности у нашего нулевого объекта, для этого нажимаем английскую кнопку T, Transparency, у нас открывается пункт Apacity, то есть прозрачность, и открываем пункт интенсивности у нашего источника света, также нажимаем кнопку T. Ставим у нашего нулевого объекта параметр прозрачности 65%, и теперь с помощью Alt и левой кнопки мышки нажимаем по этим часам, и с помощью загогулинки привязываем интенсивность к прозрачности. Таким образом, если мы будем изменять прозрачность у нашего нулевого объекта, мы будем изменять прозрачность у нашего источника света, что, в принципе, удобно, когда мы будем создавать несколько копий света. Теперь нужно сделать несколько копий этого света, так, чтобы выстроился ряд. Наш свет я по Y поставлю на 200, так как мы привязали наш свет к нулевому объекту, то наша позиция сбросилась, и теперь идёт отсчёт относительно позиции этого нулевого объекта. Итак, я поставлю 200 по Y, наш свет, и теперь сделаю несколько копий вверх, так, чтобы у нас была линия с шагом 50. Иными словами, мы просто копируем наш свет, нажимаем Edit Duplicate, открываем позицию P, и ставим здесь не 200, а 150. И делаем то же самое с шагом 50, то есть нажимаем Ctrl D, это горячая клавиша, горячая кнопка, опять же, здесь ставим 100, по Y и так далее, до минус 200. Конечно же, если у вас композиция больше разрешения, чем сейчас моя рабочая, что, в принципе, и должно быть так, то ваших источников света должно быть больше, соответственно. Дальше идут отрицательные значения, минус 50, минус 100 и так далее. Вообще, можно было копировать не по одному, а несколько сразу копий делать. Ну, это кому как удобно. Итак, вот мы скопировали, у нас есть вот такой вот ряд нашего источника света, и с помощью любого объекта мы можем спокойно им управлять, соответственно, делая вид вот этого сканера и сканируя страницу якобы. Итак, чтобы это все выглядело более правдоподобно, нам нужно понизить немножко яркость у нашей страницы в параметрах Docs. Открываем параметр Docs, открываем Material Options, и Specklor ставим на 25%, где-то вот так. Нам нужна достаточно большая широкая область, чтобы это все ярко освещалось, то есть не только вот эта вот прямая линия, которая будет сканировать, но и область сканирования, то есть она будет также освещаться ярко. Итак, теперь создаем нашу лампу сканирования, то есть вот эту вот яркую часть, меч джедая, так сказать. Чтобы создать лампу, нажимаем правую кнопку мышки, New Solid, и создаем здесь белый Solid слой, который будет нашей лампой. Я назову этот слой как Lamp. Теперь ставим его в Solo Mode. Также я отключу все источники света, чтобы не было вот этих вот указателей здесь ненадолго. Где-то вот так. Теперь выбираем инструмент Rastriangle Tool, то есть инструмент квадратной маски. Если у вас ее нет, вдруг она пропала, и вы не знаете, что делать, то просто зажимаете левую кнопку мышки на этом инструменте, и у вас выпадает вот такой вот список. В принципе, вы можете нарисовать и с помощью Pen Tool, но с маской прямоугольный будет быстрее гораздо. Итак, рисуем две продольных маски. Моя первая маска будет вот такой вот где-то, не очень широкой. А вторая будет примерно такой же, но чуть пониже. Будет находиться, и будет где-то вот такой по величине. Я отключу Transparency Grid, чтобы не было вот этого фона в виде шахматной доски, которая показывает прозрачность, и отключу маски. Теперь применим на эти две маски фильтр, который называется Box Blur. Он дает хорошее размытие, которое достаточно удачно придает вид вот этим вот линиям в виде флюоресцентной лампы, ну или каких-нибудь ламп. Ставим Blur Radius как 10, допустим. Можете поставить поменьше, там в зависимости от композиции, как это все будет выглядеть. Но можно вот 6, я думаю, поставить, где-то около того. Итак, теперь применяем фильтр, который называется Stylize Glow. Ставим Glow Colors как AB Colors. A Color ставим как синий, темно-синий цвет, окей. А B Color будет как белый цвет. Threshold я поставлю где-то около 25%. Радиус около 40, а интенсивность около, наверное, 5. Но можно, конечно, поиграть с этими значениями, чтобы добиться своего результата. Где-то может быть даже 3. И Threshold около, наверное, 50. Как, в принципе, и радиус. 45-50. Где-то вот так. Это будет что-то примерно похожее на лампу. Плюс мы будем накладывать мод, режим на Add, Additive Mode, который вкупе с светом, включаем, кстати, наш свет, будет продавать вот такой вот вид нашей лампы, который будет сканировать. Но, опять же, она не должна быть настолько яркой, поэтому поиграйте с значением Glow Threshold и Radius. И, кстати, чтобы удобнее было работать и удобно было видеть все действия, которые здесь происходят, нажимаем View, Show Layers Control, снимаем чекбокс, либо Ctrl-Shift-H. Скрываем все настройки и вот будем видеть вот так вот примерно лампу. Опять же, эту лампу мы должны привязать к нашему нулевому объекту, так, чтобы она у нас также двигалась и сканировала. Итак, вот мы привязали. Теперь, если мы будем управлять нашим нулевым объектом, у нас будет идти наша лампа. Ну, соответственно, чуть попозже сделаем анимацию этого появления и появление текста. А сейчас сделаем цветокоррекцию так, чтобы это все выглядело более естественно и с таким синеватым оттенком. Ну, по крайней мере, я синеватый оттенок сделаю. Итак, нажимаем правую кнопку мышки, New Adjustment Layer. Adjustment Layer. Я назову его как Color. И применяем фильтр, который называется Color Correction, Color Balance. И работаем с Highlights, то есть с яркими цветами. Поставлю Red Balance, то есть красный уберу на минус 20 где-то. Зеленый баланс будет 20. Чуть такой зеленоватый цвет. Ну и синий поставлю где-то около 35. Можно даже поставить чуть побольше, но тогда, возможно, будет появление очень такого сильного синего цвета. Ну, в данном случае я поставлю где-то около 50, наверное. Теперь будем создавать анимацию появления. Опять же, вам нужно решить, сколько будет идти анимации плюс появление текста. В своем превью я поставил по единице, что достаточно быстро, особенно если мы будем добавлять какой-нибудь Light Sweep. Поэтому поставим на 2 секунды переход вот этого сканирования к нашему тексту. Итак, чтобы сделать анимацию, нажимаем P у нулевого объекта. И будем с помощью вот этой позиции P создавать анимацию. Кстати, чтобы все вернуть, то есть все показатели слоев и всего остального, опять же нажимаем Ctrl-Shift-H, либо View Show Layers Controls. Ну, кто, конечно, без них не может обойтись. Итак, сканирование у нас будет начинаться вот с начала страницы. Здесь, в принципе, и ставим ключик на 150 у меня в данном случае. Я этот ключик немножко отодвину на полсекунды вперед, чтобы у нас не сразу шло сканирование, а чуть с таким запоздалым видом. Где-то на полсекунды, опять же. И где-то через полторы-две секунды, в моем случае это на 65-м фрейме, где-то вот здесь сканирование будет заканчиваться. То есть, иными словами, идти вот сюда вот, на 800. Вот у нас создалась вот такая вот обычная анимация. И теперь будем создавать, опять же, затухание вот этого всего. Будем настраивать параметр прозрачности. Зажимаем Shift, нажимаем T, чтобы у нас добавился пункт прозрачности. Опять. Либо, опять же, находим в параметрах Transform. Ставим здесь ключик на 65. В данном случае вот здесь поставлю чуть вперед этот ключик, чтобы он появлялся все равно и шел сразу. А где-то на 4 или 5 фреймах назад ставим параметр прозрачности на 0. Так, чтобы наш свет появлялся, вспыхивал. То же самое делаем и в конце. То есть, ставим здесь ключик впереди чуть-чуть. Ну и затухание на 0. Аналогичный способ и аналогичные ключи у нас будут в параметре Lamp. Так, чтобы у нас лампа тоже затухала. Открываем параметр прозрачности. Ставим здесь ключик на 100. Отодвигаем вот там, где у нас 65% у нашего длевого объекта. Вначале ставим 0. Но опять же у нас появляется лампа. Идет вот сюда. Здесь ставим ключик на 100. И опять же идет затухание на 0. Где-то вот так. Да, и кстати, я забыл, наверное, некоторым сказать, что мы работаем в 16-битной композиции так, чтобы избежать бендинга, так называемого. То есть, это вид, когда мы получаем некую градацию света в виде полосок. Чтобы этого избежать, обычно применяют фильтры грейна, либо каких-то других шумов, либо опять же, работают в композициях, которые 16-бит, либо 32-бита. Но в данном случае будем использовать очень суперяркие цвета. Например, фильтры Fill, которые не работают с 32-битным каналом и искажают цвет. То есть, суперяркие цвета не искажают. Что не очень красиво отображаются наши композиции, поэтому я выбрал 16-битную композицию. Чтобы поменять композицию, вы зажимаете кнопку Alt и зажимаете по кнопке 16, 8, либо 32, что у вас сейчас стоит. В данном случае, если мы будем использовать 8-битный цвет, то мы будем получать вот такие вот некрасивые полоски. В принципе, есть и достаточно хорошие фильтры антибендинга, и можно опять же adjustment layer применить с грейном. Но я буду использовать 16-битную композицию, что, в принципе, хорошо сказывается на вот этих полосках. Их просто нет. Хотя, конечно, вы можете их получить, когда будете сжимать ваше видео в какой-нибудь дикий формат. Или там при конвертации в какой-нибудь дикий формат. Теперь продолжаем работать. Нам также необходим небольшой источник света, который будет подсвечивать наши листы, когда пройдет сканирование. То есть нам нужен небольшой свет, который будет немножко освещать нашу страницу и примерно давать вот такое вот освещение странице. Для этого мы должны создать Ambient Light, то есть глобальный источник света. Для этого нажимаем правую кнопку мышки, New Light. В данном случае Light Type мы выбираем как Ambient, ставим интенсивность на 5% и все. То есть нажимаем ОК. У нас чуть-чуть освещается наша композиция, что, в принципе, нормально. Вначале у нас будет вот такой вот вид, то есть не совсем темный. Но нам этого, конечно, не надо в начале композиции, поэтому мы сделаем здесь небольшие кейфреймы. Для этого открываем параметр T, то есть интенсивности. Ставим здесь ключик. Вначале у нас будет, допустим, 5%. Я отодвинул туда, где у нас начинается сканирование, то есть где-то вот здесь. А в начале, в самом начале поставлю ключик 0. То есть где-то вот здесь, где-то около 5 фреймов назад у нас будет Ambient Light и интенсивность глобального освещения на нуле. Таким образом, чтобы вся наша композиция была темной. Ну, чтобы не делать фейды и там затухания в начале или впереди. Хотя можете обычным фейдом и Black Solid обойтись. Опять же, я это сделал потому, что когда у нас будет проходить сканирование, у нас останется здесь текст. Плюс у нас будет перемежение, допустим, текста, как я сделал здесь. У нас один текст уходит в другой и опять же идет сканирование. Дубль 2. Итак, теперь будем работать с текстом. То есть создавать текст непосредственно на вот этом вот листе. Листе и вид ультрафиолетовых надписей. Ну, в данном случае на бумаге. Нажмем Text Layer. Напишем здесь какую-нибудь надпись. И я нарисую маску. Для этого перейдем в RESTRANGLE TOOL и нарисую вот так вот маску. Это будет в виде печати. Теперь применим фильтр, который называется Generate Stroke. Кстати, этот фильтр не работает с 16-битным каналом. И, точнее, он работает, но он нас предупреждает о том, что некоторые цвета могут быть искажены в такой цветовой передаче. Brash Size я поставлю как 3. Ну, в принципе, все. Насчет искажений цветовой передачи. Просто, если вы будете использовать наложение, либо сверх яркие цвета, то некоторые сверх яркие цвета будут выглядеть как месиво из артефактов. Ну, в принципе, в 16-битном канале это все достаточно легко решается и обычно никаких проблем не вызывает. Итак, теперь наш слой я разверну. Нажбем R ROTATION и поставлю его на 15 градусов. То есть, он будет немножко под наклоном. Ну, в принципе, так и оставлю. И теперь создадим анимацию появления, то есть, с помощью Linear Wipe. Прежде чем это сделать, я наложу сюда фильтр, который называется Stylized Glow. То есть, создадим небольшое свечение. Ну, в принципе, можем оставить и по умолчанию наши значения, где-то вот так. И теперь уже применим сюда фильтр Linear Wipe. Transition Linear Wipe. Это обычный стандартный переход. Поставим Wipe Angle на минус 90, чтобы у нас в обратном направлении шел переход. Где-то вот так. И теперь все это дело анимируем. То есть, в начале, где у нас будет появляться все, поставим значение на 100, а там, где у нас будет заканчиваться все, поставим значение на 0. Опять же, нужно все это немножко поднастроить, чтобы наше появление или затухание не шло слишком быстро или слишком медленно. Для этого нажимаем кнопку U английская и отодвигаем наш ключик дальний чуть подальше. Где-то вот так. И смотрим, чтобы анимация не спешила, допустим, или не запаздывала, как здесь. Где-то вот так. Может даже чуть подальше опять. Оп. Сюда вот. Вот такая вот у нас создается анимация. Просто отодвигая ключи влево или вправо, вы можете спокойно настроить правильную анимацию появления этого текста. Теперь ставим наложение на Overlay и еще раз скопируем этот слой. Нажимаем Ctrl D. То есть, у нас будет вот такой вот слой с появлением вашего текста. Но этот слой недостаточно ярко выглядит, поэтому мы эти два слоя прекомпозим. Нажимаем Ctrl Shift C, либо Layer Precompose. И называем эту прекомпозанную композицию как Text Comp 1. Что впоследствии можно было менять. Теперь, чтобы отразились все наши наложения, которые мы использовали в предыдущей композиции, мы ставим наш слой в Collapse Layer. Для этого нажимаем вот на эту иконку, которая называется Collapse Layer. Теперь все наши наложения будут работать в этой композиции. И чтобы еще более ярче сделать наш слой с этим текстом, мы просто эту композицию еще раз копируем. Нажимаем Ctrl D. Теперь мы получим вот такой вот вид. Опять же, при появлении она будет достаточно яркая, потому что здесь работает Editive наложение и будет вот такой вот примерно вид. Итак, сделали. Теперь будем создавать дополнительные эффекты в виде грязи на сканированном стекле, так сказать, освещение, ну еще Light Sweep и Lens Flare добавим. То есть элементы лучей и появление вот этого текста более такое, более крутое. Итак, начнем с наших элементов грязи. Для этого нам нужна какая-нибудь пыль, грязь, либо что-то еще. У меня в данном случае вот такая вот. И я просто перекидываю ее поверх нашей композиции, но там, где у нас уже есть цветовой вариант нашей композиции, то есть за слой с Color. Вот мы перекинули, я нажму правую кнопку мышки Transform Fit to Comp, растянула нашу всю композицию. Может быть, чуть-чуть ее выпрямлю по горизонтали и вертикали, то есть здесь достаточно сильные такие грязевые участки. Поставлю этот слой в наложение как Screen и поставлю этот слой в 3D, так чтобы наш свет при переходе от одного участка к другому освещал частично места с грязью. Чтобы это более ярко выглядело, мы просто копируем наш слой с Dust еще раз. Ctrl-D. И наша пыль будет более яркой вот такой вот. Итак, работаем дальше. Теперь создадим элементы лучей без использования Optical Flares, а стандартными Lens Flare здесь. Конечно, если у вас есть Optical Flares, как в принципе у меня, вы можете спокойно создать более крутые эффекты свечения или появления от него, потому что стандартный Lens Flare не особо прикольный. Но опять же, если у вас нету, Effects Generate Lens Flare. У нас по умолчанию создаются вот такие вот, вот такой вот источник света, который дает блики от линз. Вы можете из типов выбрать 35-миллиметровую линзу, 105-миллиметровую или вот 50 или 300. Но я 50 или 300 выберу и применю сюда фильтр, который называется Color Correction 3 Tone. Это фильтр, который полностью заливает наш Adjustment Layer под какой-то цвет. В качестве основного цвета выступает цвета Mid Tones, то есть средняя тона. Мы поставим этот цвет на синий, где-то на вот такой вот цвет. И Blend with Original поставим на 50%. Где-то вот так. Теперь привяжем наш Flare Center к нашему нулевому объекту. Для этого открываем параметр Position нулевого объекта. Вот мы его открыли. Теперь опять же Lens Flare. И с помощью Alt-клика нажимаем по Lens Flare и привязываем это загогулинкой к нашей позиции у нулевого объекта. Теперь наш Lens Flare будет двигаться так, как и наш нулевой объект. Но единственное, что нам нужно анимировать яркость этой линзы. Для этого вначале где-то вот здесь вот поставим Flare... Вообще поставим Flare Brightness не такой яркой, а где-то около 40%, потому что здесь очень сильная, яркая линза становится, и очень сильные блики. Вот. Здесь ставим ключик на 40%, то есть там, где у нас уже пошла анимация нашего сканера, а чуть пораньше, где-то вот здесь вот, поставим Flare Brightness на 0. Ну и в конце то же самое делаем, то есть где-то вот здесь вот ставим ключик у Flare Brightness на 40% по умолчанию, а вот здесь вот на 0. Таким образом у нас будет создаваться анимация, появление и затухание нашей линзы, и создаваться вот такой вот эффект. С помощью этой линзы. В принципе, то же самое вы можете сделать с помощью Optical Flares, что в принципе будет гораздо лучше выглядеть, и гораздо более кастомизированно можно создать эффекты от линз или блики от линз. Но в данном случае технику, я надеюсь, вы поняли. Теперь сделаем появление вот этого текста более интересным, то есть создадим эффект световых лучей, который будет здесь появляться, с помощью фильтра, который называется Light Rays. Для этого создаем новый Adjustment Layer. Называем его как Race или Light, как угодно. Нажимаем Effects, Generate CC Light Race. У нас создаются вот такие вот лучи, которые достаточно интересно выглядят, если их анимировать. Опять же, этот фильтр боится 16-битной композиции, но в принципе работает нормально. Итак, теперь будем все это дело анимировать. Опять же, там, где у нас будет появление этого текста, поставим Light Rays в начало, где-то вот сюда вот, и поставим галку на Light Center и на Intensivity. То есть 100% будет интенсивность, и центр будет вот здесь находиться. Теперь по анимации смотрим, когда у нас будет полностью выходить наша анимация, то есть полностью высвечивать нашу надпись. Ставим центр куда-нибудь вот сюда. У нас это создаст автоматический ключ. Можете, кстати, просмотреть все ключи, нажав на кнопку U, английская. Ну и интенсивность тоже поставим ключик на 100, чуть в центр их отодвинем, эти оба ключа. И где-то на 4-3 фреймах поставим интенсивность на 0, так, чтобы это все затухало. То же самое и в начале. Эффект достаточно рандомный, но это, опять же, на любителя. Кто любит дополнительные эффекты в качестве вот таких вот лучей. Ну, в принципе, выглядит неплохо, если вы используете в таком ключе все это. Вот мы и создали, в принципе, все это. Теперь создаем новую композицию, которая будет идти в 8 секунд. В принципе, я назову ее как Main. То есть главная композиция, на которой все будет и происходить. Теперь находим в проектном листе нашу композицию, которая называется Text1, то есть вот эта вот наша композиция, и перекидываем ее сюда. Это вот она, наша композиция, которая и печатает все, и идет текст. И теперь уже в проектном листе мы копируем нашу композицию, чтобы впоследствии на копии первой композиции сделать второй переход. Опять же, еще раз говорю, потому что очень многие почему-то путаются постоянно. Копируем нашу композицию в окне Project. Не просто здесь, на таймлайне, потому что это таймлайн, вот это вот все. Это таймлайн. Если вы что-то здесь копируете, допустим, эту композицию и будете менять, то у вас изменится эта композиция. Потому что в проектном листе она единственная. И вы ее просто здесь копируете на таймлайне. Здесь не важно, сколько будет копий, она все равно здесь единственная. Вам нужно размножить эту композицию в проектном листе, чтобы управлять двумя композициями. Они, в принципе, будут одинаковые, но если вы что-то измените и будете работать с копиями на таймлайне уже, то изменения останутся в каждой своей композиции. Ох, надеюсь, вы поняли. Итак, нажимаем Ctrl-D в нашем окне Project. У нас появляется вот такая вот композиция, которая называется Text2. Поэтому, если мы что-то здесь будем менять, не меняя прикомпоженные слои, то у нас все эти изменения останутся в композиции 2 и не будут затрагивать композицию Text1. Надеюсь, это понятно. Теперь Text2 переносим вот сюда, на нашу композицию. Эти два слоя мы переводим в 3D и создаем новый нулевой объект. И привязываем эти две композиции к нашему нулевому объекту. Но прежде чем это сделать, кстати, поставим их также в Motion Blur, прежде чем это сделать, мы разместим вот эти вот две наши композиции друг от друга. Вторую композицию мы просто размещаем вот здесь вот. Поэтому, когда мы будем делать анимацию перехода, мы будем видеть вторую композицию, которая также будет сканировать что-то, текст, там, изображение или что-то еще. Но прежде чем это сделать, мы должны начало композиции немножко удлинить, потому что она будет резко слишком появляться. Для этого выделяем нашу композицию, нажимаем правой кнопкой мышки, нажимаем Time, Enable Time Remapping. И немножко сдвигаем ее в начало, так, чтобы наша композиция существовала до того, как мы перейдем к нашей основной композиции, второй. Теперь здесь нажимаем кнопку P, Position, ставим ключик, где-то вот здесь вот. И через несколько фреймов, через полсекунды, допустим, делаем обычный, стандартный, вот такой вот линейный переход, чтобы попасть на нашу вторую композицию. И уже, чтобы здесь началось все наши действия. У нас будет такой вот стандартный переход, но в дальнейшем здесь уже будет сканирование. Но опять же, в нашей этой композиции сейчас творится вакханалье. Почему? Потому что мы ничего здесь, в принципе, не изменили. Во-первых, нам нужно у нашего Ambient Light убрать ключи, чтобы у нас и в начале наша композиция была немножко светлой. Поэтому, когда мы будем работать с нашей главной композицией, у нас не будет такого сильного яркого перехода. Ну и в дальнейшем, опять же, идет появление текста, и уже мы здесь текст заменим. Чтобы делать замену, там, либо я, допустим, сделаю, как и в моей основной превьюшке, лицо, там, фотографии, либо чего-то еще, мы просто удаляем две наши композиции уже в Text 2, уже вот в этом втором. Просто удаляем, и уже здесь будем создавать похожие вещи. Raise здесь мне не понадобится, вот этот вот, который создает эффект вот этих вот лучей, потому что у нас будет фотография. Поэтому я Raise просто отключу, нажму на глаз, или просто можно удалить, как, в принципе, хотите. Итак, теперь будем работать с фотографией. Чтобы с ней работать, мы просто перекидываем ее на наш слой, прям сверху. В данном случае у нас вот такая вот фотография. Можете найти в интернете, можете заставить своего соседа, соседку, окунуть голову в сканер и закрыть сверху крышкой и нажать кнопку сканирования, либо использовать какие-то свои фотографии. Итак, с помощью кнопки R, Rotation, мы разворачиваем на 90 градусов. У нас будет вот так вот отпечаток, так сказать. И, кстати, я поставлю Solo Mode, чтобы работать с ней уже комфортнее, так сказать. Поставлю на 35% Scale. И прекомпожу. Буду работать уже с композицией внутри, внутри новой композиции. Нажимаем Layer, Precompose, нажимаем Move All Attributes и называем как Photo, допустим. Также можем создать анимацию появления этого текста, но я, скорее всего, просто скопирую ключи Light Wipe с нашего текста. Переходим в Photo, в наше, отключаем Solo Mode. И с помощью Paint Tool я вырежу вот так вот голову, чтобы были отдельные элементы. Ну, там, так сказать, штрихи головы. Теперь мы даже немножко разблюрить некоторые места, чтобы было поменьше деталей и были более явные такие штрихи. Для этого нажимаем Filter, Blur and Sharpen. Здесь есть хороший фильтр, который называется Smart Blur. Он, в принципе, по умолчанию дает достаточно хорошее размытие, такое сурфейсное, и, в принципе, можете оставить. Для сравнения можете вот вкл-выкл его и смотреть. Теперь применяем фильтр, который называется, ну, в новых версиях, он, по-моему, CS5-й версии появился. Называется он Cartoon. По нему есть Cartoon, даже вот так вот. По нему есть уроки, которые я лично делал, где-то лежат на сайте. Он создает эффект такого мультфильма, можно сказать, но редко очень, когда я им пользуюсь. Но в данном случае мы будем его использовать в качестве рендера как Edge. Только углы будем использовать. Теперь нам нужно немножко настроить. Во-первых, Detail Radius мы поставим около 10. Detail Threshold мы не будем трогать. Edge. Теперь работаем с углами. Поставим Threshold где-то на 3, чтобы видеть детали. Ширину наших углов можем оставить на 2. Мягкость. Ну, я оставлю на 1. Единственное, что, наверное, Detail Threshold я поставлю на 50, чтобы не было таких вот слишком сильных деталей. Теперь применим фильтр, который называется Lumo Key, чтобы убрать вот эту белую поверхность достаточно быстро. Нажимаем King и Lumo Key. Ставим здесь у этого фильтра Auto Brighter. И ставим Threshold на 40. Чтобы увидеть наши линии, просто переключаем вид как Toggle Transparency Grid, чтобы увидеть вот эти вот линии. В принципе, можно и оставить уже так. Теперь, наконец-то, применим фильтр, который называется Feel, заливка. И зальем все это в белый цвет. Нажмем Effects, Generate Feel и поставим Color как белый цвет. Кстати, вот уже фильтр Feel. Если мы будем ставить его в белый цвет, в полностью заливка, то он достаточно неприятно дает эффекты и артефакты при работе с 32-битным каналом. Но при работе с 16-битным все, в принципе, нормально. Встает на свои места. Теперь здесь, в нашей композиции, которая называется Text2, мы отключаем Solo Mode. Ставим наложение как Overlay. И два раза копируем его. Ctrl-Copy. Теперь у нас будет вот такое же появление. Но единственное, что добавим фильтр анимации появления вот этой вот фотографии. Ну и возьмем эти ключи, кстати, у нашего текста. Перейдем в нашу композицию, которая называется Text1. Найдем здесь композицию, которая называется TextComp1. Перейдем в нее. Найдем здесь фильтр, который называется Linear Wipe. Можем также показать наши ключи. Нажмем U, допустим. Найдем наш первый ключ, который вот здесь вот. Поставим здесь ползунок на него. Выделим его, нажмем Ctrl-Copy, либо Edit-Copy. И перейдем в фото и просто вставим с помощью Edit-Test вставим фильтр Linear Wipe, который будет анимировать появление нашей рожицы. Ну, в принципе, оставим. Теперь в нашей главной композиции мы получаем вот такой вот примерный вид. То есть здесь текст, здесь в дальнейшем переход и фото и так далее. Вы можете бесконечно создавать композиции и плюс еще текст, который будет появляться, что дает вот такой вот неплохой эффект появления. Но опять же мы не совсем точно доработали всю нашу композицию, потому что я создам дополнительно рамки. Нажму New Solid. Выберу цвет как черный цвет. Окей. Окей. И здесь нажму Ellipse Tool. То есть выбираем Ellipse Tool вот такой вот. Ставим наложение как Subtract. Ну, в принципе, вы все знаете дальше. Повышаем Feather, хочу поменьше Expansion. Где-то вот так. В общем, где-то вот такой вот вид. Теперь создаем новый Adjustment Layer. Это будет мой цвет Color. Здесь с помощью Color Correction Curves я сделаю цвет таким немножко зеленым. Во-первых, повышу немножко контрастность и яркость с помощью вот этих вот направляющих. Чуть-чуть. И теперь будем работать с цветом. Во-первых, красный цвет, красный канал чуть пониже сделаем. Где-то вот таким вот. И перейдем в зеленый. Чуть его повысим, зеленый канал. И уже в синим. Синий канал чуть повысим. Чуть повысим. Где-то вот так. Но опять же, тут больше работы, конечно, с красным каналом. Я его еще чуть пониже поставлю, чтобы получить вот такой вот неоновый, яркий очень цвет. С помощью таких вот действий можно создать эффект сканирования и надписи в стиле ультрафиолет. Надеюсь, этот урок кому-то был полезен. С вами был я. Админ сайта nix2edition.ru Заходите на мой сайт. Смотрите обновления. Всем удачи. Всем пока.